Приветствую вас, не смотря на то, что вопрос ваш был задан достаточно давно, вот, я хотел бы на него ответить, ну, потому что он меня заинтересовал, вот, и мне бы хотелось высказать своё мнение. Значит, да, я пройдусь по вашему тексту, но сперва отвечу вам немножечко в таком общем немножечко ключе, чтобы вам было, ну, может быть, немножечко понятнее, да? Вот. Я не знаю, как работают другие коллеги, да, я не знаю, что они делают, я не могу сказать, как они общаются с вами и, соответственно, почему и что они вам, например, говорят, да, допустим. Вот. Этого я не знаю, потому что, ну, у каждого психолога, да, подход исключительно свой, и думается мне, что вот обсуждать, кто как работает, было бы неправильно. Вот. Но я могу сказать совершенно точно одно, я могу сказать совершенно точно одно, что у каждого свой подход, и, возможно, вы обращаетесь не к тем специалистам, то есть не к тем специалистам, которые могут вам помочь, то есть на самом деле вам, может быть, нужны другие подходы, вам, может быть, нужны совершенно другие взгляды на вашу ситуацию, вот. Вот. А то, что, например, делаете вы, то как, ну, как вы подходите к процессу, да, вот, это совершенно не работает для вас. И именно поэтому у вас и нет никакого прогресса. То есть дело здесь не в психологах, а в их методах работы, которые вам по той или иной причине не подходят. Вот. И я могу понять ваше недовольство, вашу даже злость на психологов, да, потому что вы обращаетесь, да, хотите помощи, а вам не помогают. И я понимаю, что вы думаете, что они не специалисты, вот, но тем не менее, тем не менее, я думаю, что, знаете, вам нужно разбить свою задачу на несколько частей, на несколько этапов, вот. Первое, это то, значит, что непосредственно с вами происходит, то есть, что вы хотите сделать, что вы хотите поменять, да, что вы хотите получить от психолога, да. То есть это нужно четко сформулировать. Второе, нужно диагностировать свое состояние, то есть, чтобы это сделал, в частности, именно психолог, а не вы, чтобы этот психолог диагностировал ваше состояние. Вот. Значит, дальше нужно подобрать адекватный метод работы, именно для вас, чтобы он, этот метод работы, именно подходил вам, чтобы это было именно то, что вам подходит, а не то, что, например, вам дает психолог, да, и вы, ну, как бы, берете это, принимаете без возможности отказаться, да. Вот. Ну и дальше уже нужно заключить контракт, то есть, что готовы, например, делать вы, что будет делать психолог, вот, все вот эти, все вот эти моменты, их нужно обговорить, конечно же, вот. Вот. И только, только тогда может быть проведена адекватная нормальная работа. Вот. А в противном случае, в противном случае я боюсь, что адекватная работа проведена быть, ну, не может никак. Так. Потому что, потому что, ну, не будет эффекта никакого от того, что, например, например, вы будете, там, что-то делать, да. Вот. То есть, либо вы примете это сейчас, либо нет. Дальше, значит, вы пишете, а все психологи способны мыслить только по схемам. Это у вас не вопрос даже, да. Это у вас как будто бы утверждение, и здесь нужно сказать, что я, да, я чувствую, чувствую ваш негатив, чувствую, вот, такое раздражение, вот. Но здесь мне бы хотелось, чтобы вы все-таки обратили внимание на то, что касается вас, да. Того, что думаете, того, что хочется именно вам, а не кому-то, да. То есть, если вы, значит, видите, что психологи мыслят по схемам, да, и вы считаете, что вам эта схема не подходит, да, по, ну, какой-то причине, вот. Вот. То, естественно, нужно, чтобы вы для себя, чтобы вы для себя, значит, обязательно определили, чем вам не подходит схема. То есть, чем это обусловлено? Что, ну, вот, то, что вы считаете, что схема не подходит, вот. У этого же должны быть основания, да, и так далее, вот. Дальше. Или бывают те, кто способен сказать что-то по делу. По делу говорят, в принципе, все психологи, вопрос заключается только в том, что вы для себя сами, да, считаете делом. То есть, вот, это оценочное суждение у вас идёт, то есть, когда вы говорите, что кто-то способен ли кто-то сказать что-то по делу. Сказать по делу кто-то что-то способен сказать. Но вопрос заключается в том, способны ли вы увидеть то, что вам говорят. Способны ли вы почувствовать то, что вам говорят. Способны ли вы, ну, воспринять то, что вам говорят. Потому что, вот, с учётом того, что у вас есть вот это вот оценочное суждение, да, что, ну, по делу. То есть, есть те, кто говорят по делу, есть те, кто говорят не по делу, вот. С учётом этого у вас, у меня, по крайней мере, есть подозрение на то, что вы играете в игру Дальше, у меня тяжёлое депрессивное состояние. Понимаете, депрессивное состояние, да ещё и тяжёлое, да, это серьёзно. Здесь замешаны психосоматические процессы, здесь замешаны, значит, процессы обмена веществ в организме и так далее. То есть, это очень серьёзно. И если у вас действительно вот серьёзное тяжёлое депрессивное состояние, да, то вам нужен не психолог. Вам нужен врач, ну, например, психотерапевт, либо психиатр, который бы помог на первых этапах облегчить вам ваше состояние. На первых этапах. А уже потом, после этого, вы бы работали с психологом по решению психологических проблем своих. Вот. То есть, психолог, у психолога есть компетенция. Границы компетенции. Понимаете? Вот. И если вы говорите, что у вас вот тяжёлое состояние, да, если вы говорите, что у вас прям вот тяжёлое депрессивное состояние, то нужно здесь, конечно же, смотреть, насколько это состояние тяжёлое, и если оно действительно такое вот тяжёлое, тем более вы говорите, что у вас истерики многочасовые, да, это очень большая нагрузка на организм и всё, вот, то опять же, психолог, скорее всего, психолог вам здесь не поможет. То есть, тут нужно сперва облегчить вам ваше состояние в целом и уже потом работать. То есть, вопрос, на мой взгляд, стоит так. Насколько вы готовы и готовы ли вы вообще к психологической работе? Готовы ли вы к работе над собой? Понимаете? Вот. Это такой момент. Ещё один важный момент заключается в том, как вы выслушиваете позицию, ну, людей, да, то есть, ну, которые вот вам помогают, да. То есть, если вы слушаете людей с точки зрения своей позиции, ну, какой-то, какой-нибудь, то понятно, что здесь, скорее всего, никакого результата не будет, потому что вы будете, ну, может быть, не постоянно, но периодически точно вы будете в такой, знаете, конференцией находиться с психологом, вот, потому что, ну, ваша точка зрения, да, она не будет совпадать с точки зрения специалиста, вот. И вот здесь, конечно, очень, очень важно вот этот момент зафиксировать. Что если у вас есть точка зрения на что-то, но эта точка зрения не работает, да, то есть она не даёт вам никаких плюсов, да, она не даёт вам результатов, да, она не даёт вам ничего, вот, то, может быть, имеет смысл её пересмотреть. То есть вам нужно относиться к тому, что говорит психолог, да, именно с точки зрения любопытства. Не с точки зрения своей позиции, в какой, да, а именно с точки зрения любопытства. И вот только тогда у вас может что-то получить. Ну и, конечно, личность психолога тоже никто не отменял, да, то есть, ну, понятно совершенно, что, может быть, вы выбираете себе таких психологов, которые вам точно не помогут, или, ну, вы делаете это сознательно или бессознательно, это не столь важно, вот. Вот здесь тоже нужно смотреть. Далее, обращаюсь к психологам. Ну, вот видите, здесь вы уже принижаете психологов, да, то есть, видите, проблему в них, а не в себе. Они стал дычут, надо полюбить себя. Ощущение, что в голове есть одна равнодна схема, отклониться от которой невозможно. Понимаете, если у вас депрессивное состояние, если у вас истерики, да, то это, с одной стороны, непринятие себя, с другой стороны, это созависимость. То есть, то есть, есть элементы созависимости. И в этом плане, полюбить себя действительно нужно, но, вы правы, когда говорите в том, да, значит, когда говорите в том, что сразу начинать общими словами. Вы правы в этом. То, что это не очень здорово. Здесь я с вами согласен, я, конечно, не знаю того контекста, в котором вам рекомендовали что-либо мои коллеги, но лично я раскрываю, что значит полюбить себя, лично я работаю с этим, это такой отдельный большой пласт, отдельный процесс, это работа по любви к себе, да, по любви к себе. Вот. И, соответственно, для меня это не общие слова. То есть, так, понимаете, надо полюбить себя, это можете говорить вы. А психолог вам говорит, как полюбить себя, что именно для этого нужно делать, и помогает вам в этом. Вот. Если вы хотите, если вы хотите именно этим заниматься, да, то есть, если, ну, если вы согласны, да, с психологом в том, что вам нужно себя полюбить. Если вы не согласны, тогда у психолога есть выбор, либо принять позицию вашу по данному вопросу и работать в том направлении, в котором вы предлагаете, но тут нужно понимать, что у вас взгляд непрофессиональный, да, у вас позиция-то субъективная, вот, а психолог объективный, который, в общем-то, со стороны видит гораздо лучше, чем вы. Вот. Вот вы пишете, обращаюсь к психологам. Обращайтесь к психологам для чего? То есть, знаете, вот не очень понятен ваш запрос, что вы хотите конкретно. То есть, если вы говорите, у меня тяжелое депрессивное состояние. Хорошо. Депрессивное состояние связано с чем? Какой запрос у вас к психологу? Например, с точки зрения одной из школ психологических депрессия, это подавление своих желаний, своих стремлений, по сути, подавление своего «я». И здесь можно сформулировать такой запрос, значит, я хочу принимать свои потребности, свои желания. Депрессия. Допустим. Допустим. Или, с точки зрения другой школы, что депрессия – это негативная установка. Ну, глубинная негативная установка, да. Тут тоже, значит, вопрос такой. Я хочу найти и изменить свои установки, ну, вот, негативные установки, которые у меня есть, дабы они не мешали, не мешали мне, там, взаимодействовать с миром и с людьми, и с собой, да. Вот. А у вас получается так, что вы обращаетесь к психологам непонятно зачем, непонятно с чем, они сами выбирают, значит, для вас диагноз, да. Ну, это я грубо говорю, понятно, что психологи не ставят диагнозы, и говорят вам, что делать, а вы этому почему-то сопротивляетесь. Вот. Далее. Ощущение, что в голове есть одна, ровно одна схема отклониться, от которой невозможно, а зачем отклоняться? Ну, вот, лично вам, аноним. Зачем отклоняться от схемы, чтобы что? Или вы решили, что ваше состояние, оно индивидуальное, или вы решили, что у вас все не так, или вы решили, что вы себя любите, и поэтому у вас тяжелое депрессивное состояние и истерики многочасовые. Так, на курсах научили. Ну, здесь я вижу агрессию, да. Вот, проанализируйте свои чувства. Какие чувства у вас? Что чувствуете вы? Откуда это пошло? Невозможно просто начать с того, чтобы человек пришел в себя. Ну, вот вы знаете, у вас даже в тексте есть определенный такой, знаете, ну, дисбаланс. То есть, невозможно начать с того, чтобы человек пришел в себя. Знаете, человек в психологии, человек должен хотеть прийти в себя. Это должен быть его запрос. Я хочу прийти в себя. Помогите мне, помогите мне, поддержите меня, да. Вот. Вы пишете, невозможно начать с того, чтобы человек пришел в себя. То есть, понимаете, у вас как будто нет личной ответственности за то, что делаете вы. То есть, это ответственность психолога за то, что вы пришли в себя. Вы как будто ответственность за себя в этом не берете. Поэтому, да, невозможно просто начать с того, чтобы человек пришел в себя. Потому что человек либо хочет прийти в себя, либо нет. Понимаете? И вот у меня такое ощущение складывается, что для вас лучше, если вы в себя не придете. Потому что вы благодаря своему состоянию получаете право, да, вести себя так. И предъявлять претензии к психологу. Хотя, зачем предъявлять претензии к психологам, когда можно просто брать то, что они вам дают, да, даже одно и то же. Но разные люди дают по-разному. Или использовать это, либо использовать, либо сказать, нет, мне это не подходит, я буду обращаться к другим, да, к другим людям. Надо выпишет, смотрите, выпишет, надо сразу начать говорить общими словами, не помогая ничем вообще. Знак вопрос. В чем вопрос анонимный? В чем вопрос? Вы говорите, не помогая ничем вообще. Помощь. Вы подумайте о значении слова помощь. Помощь, это значит облегчать задачу того, кто что-то делает. Вы же хотите, по моему мнению, чтобы за вас сделали то, что нужно сделать вам. Считать потом, что ты сказал что-то дельное, что хоть как-то чем-то помог именить себя психологом. Да нет, на самом деле, вопрос самоутверждения перед психологом не стоит, потому что людей обращаются много, помогают, пытаются всем, но кто-то ориентирован на помощь, да, кто-то ориентирован на, ну, на восприятие чего-то нового. Кто-то ориентирован на расширение своего кругозора, да, кто-то ориентирован на принятие позиции другого человека, кто-то ориентирован на то, чтобы слушать то, что говорит ему другой человек, а кто-то нет, понимаете. И такой человек просто-напросто еще не готов, либо он преследует цель, обращаясь к психологам, да, он преследует цель совсем другую, нежели, например, тот, кто реально нуждается в помощи. Вот, и все. Поэтому я не думаю, что у психологов есть такая задача, знаете, считать себя, мнить себя психологом и так далее. Зачем, зачем, зачем нить себя тем, кто ты, кто ты есть? Вот. Так что здесь вы скорее говорите про себя. То есть это у вас здесь про вас история, что вы вот пишете вот то, что пишете, да, вы пишете это с целью самоутвердиться. Вот. Смотрите, вы пытаетесь принизить психологов, да, пытаетесь, ну, сказать, что, значит, люди в моей профессии некомпетентны, вот. И вы это делаете потому, что так вы себя чувствуете лучше, вот. Опять же, я бы это преследовал, да, то есть, задал бы вопрос, а, собственно, вот, что вы чувствуете в этот момент? Какие у вас ощущения в этот момент? А, значит, соответственно, что вы хотите? С какой целью вы задали этот вопрос? Что хотели получить? Ну, взамен, так? Какой ждали реакции, какого ждали ответа, да? Вот. Понимаете? То есть мне кажется, мне кажется, что вот эти вещи, да, их нужно поисследовать. Обязательно. И тогда вам придет, к вам придет какое-то понимание, понимание именно, вот, того, что с вами происходит. Вот. Понимаете? Мнить, мнить себя психологом никто не будет. Понимаете? Мы здесь работаем, у нас как бы здесь работа, а не, знаете, самоутверждение. Вот. Но работаем мы исключительно с теми, кто хочет этого, кто хочет работать. Кто работать не хочет, с теми мы не работаем. Потому что, ну, это, трата времени, пустая. Вот. По сути дела. Вот. Я, ну, я понимаю, что это неприятно, но, тем не менее. Вот. Поэтому вам я рекомендую, вот, подумать именно, именно, вот, в этих направлениях, в этих, в этих аспектах. Вот. Чтобы не было такому, что у вас есть определенные ожидания к работе психов-психологом. Вот. Вот. Если вы обращаетесь к специалистам, то, как минимум, стоит доверять специалистам и хотя бы позволить довести специалисту дело, которое он начал с вами. Да? Ну, ну, до конца. Вот. Я думаю, это, это справедливо, справедливо. А если вы не готовы, то, вопрос, тогда, для чего вы вообще обращаетесь к специалистам нашей профессии. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. И что-то вроде небольшого постскриптума. Люди действительно склонны мыслить шаблонами. Да? Люди действительно склонны мыслить схемами. Это так. Если вы видите, что специалист мыслит схемами, ну, схемой, да, если он, вы видите, что у него вот только одна схема схема, но при этом вы обратились к этому специалисту, вы заплатили ему деньги и вы с ним работаете, то вам нужно привести аргументы в пользу того, что эта схема неправильна. Понимаете? Вот. Или четче говорить о том, чего вы хотите от психолога. Понимаете? Такая история. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!